Одна из самых таких высокооплачиваемых работ в Европе. Сейчас едут в Польшу, Швецию, Румынии сейчас тоже много интересуются. Ведите в поиск волонтерской организации международной. Сегодня нам скинули первую часть обучающего видео от Евгена. То, что мы делали с ним в Кракове. Ребята из Украины постарались, хорошие операторы. Здорово получилось, так что, уважаемые наши партнеры из партнерской сети, и скоро будет видео по Польше в хорошем качестве, хорошая обучающая программа. Я, кстати, буду в офис в Башне Федерации, и мы сегодня встречаемся с Алексом. Это направление Румынии, эксперт по Румынии. Я задам вам вопросы, и мы выйдем в прямую трансляцию в нашей группе Инстаграма. Кстати, книги также переводятся. Это дела об Асайлум Кейси за 2018 год. Очень дорогая книга, очень много страниц, примерно 2000 страниц. За эту книгу мы отдали около 1000 долларов, и она пришла к нам из США. Также для партнеров, которые будут делать кейсы на убежище в направлении США из Мексики, из Гуам, пока это еще не закрыто. Вот, и вторая книга «Законы Асайлум», тоже за 2018 год, досталась мне по блату. Ждал около двух месяцев, пока она придет. Также находится в переводе. Это для ребят, которые хотят делать кейсы на убежище. Ну, а я сейчас иду в Башню Федерации, в наш офис. Закрою только машину. Закрыл. Это, кстати, с другой противоположной стороны. Можно попасть через северный вход. Кстати, друзья, если вы пришли к нам в офис, находитесь еще на первом этаже, очень рекомендую вам вкусный кофе, серф-кафе. Это сеть, это франшиза. Кстати, в нашем уже здании базируются очень многие известные люди. Гондопас, например, тоже часто бывает. Здесь ниже гуляет. Если вы его не знаете, смотрите. Радислав Гондопас. Известный бизнес-тренер. Еще 4-5 дней я уеду обратно в Швецию, в Норвегию. Вот серф-кафе. Здесь ребята. Здрасте. Рекламу вашего кафе делают. Нам бесплатно? Да. Так что, друзья, серф-кафе. Капучино покупайте. Привет. Привет всем. С вами Алексей. Леш, скажи, пожалуйста, вот сейчас тенденция какая у стран Средней Азии? Куда едут? Какую в основном услугу хотят? Какая сейчас статистика? Имеется в виду выбор иммиграционных программ? Да. И стран? Да. Сейчас в основном пользуются преимуществом Европы. И в основном сейчас едут в Польшу, Швецию, Румынии сейчас тоже много интересуются, потому что люди в будущем хотят получить второе гражданство без всяких лагерей и так далее. То есть людей все-таки возвращаться к себе на родину после иммиграции в приоритете? Ну, по крайней мере, об этом думают просто, да. Вот. Насколько потом они это все воплощают, как бы неизвестно, потому что люди... Я вот недавно буквально общался с семьей из Казахстана, они были в США два раза, вот потом решили вернуться в Казахстан и сейчас звонят просто «помогите уехать обратно, потому что мы там не можем». То есть они уже не могут жить с той ментальностью после США. Вот, соответственно, как бы их планы по возврату, это, может быть, скорее всего, только в планах. Я понял. Есть у тебя какие-нибудь семьи, которые вот сейчас поедут в Мексику в ближайшее время, ну, которые вот через компанию едут в Мексику? Ну, как бы, ты же знаешь, что у нас уезжают каждую неделю кто-то уезжает. В ближайшее время на послезавтра, да, люди едут? Да, послезавтра летит как раз наш человек. У нас будет сопровождение из Москвы, то есть в дальнейшем у нас эта услуга, скорее всего, будет постоянная. То есть мы будем прямо из Москвы, с аэропорта лететь до Мексики и, соответственно, провожать до границ. Я понял. У нас Татьяна, можем задавать вопрос Татьяне. Кстати, Тань, можно тебя? Кстати, вот сегодня мы прямо в офисе, в нашем офисе, видите, в нашем. Ань, по поводу волонтерских программ вопрос. Ты, кстати, начала тему волонтерских программ, а так её не закончил. В принципе, сейчас просто не сезон, они начинаются в основном подачи заявок в марте. Да. Вот, и на летние проекты. Вот, а на долгосрочные весь год, но надо искать, смотреть, надо писать резюме. Английский тоже желательно, чтобы был. И, собственно, на долгосрочный там возраст до 31 года. И в Кыргызстане как найти организацию, которая может помочь с волонтерскими программами? Так, ну вот я точно знаю, что там есть организация, просто не помню, как она называется. Просто введите в поиск волонтерская организация международная в Кыргызии. Вот, и я думаю, вы найдёте, нужно будет с ними просто связаться, и они вам расскажут, какой у них порядок работы. Я понял. То есть, в принципе, в каждой стране есть эти организации, можно спокойно? Почти, да. То есть, если в какой-то нет, то есть, например, в Азербайджан, Таджикистан, то можно в российские обращаться. В Москве много организаций. Я понял. Ты можешь людей проконсультировать в случае чего по поводу волонтерских программ? Да, да. Если вопросы есть, обращайтесь. Всё, понял. Так, друзья, привет вам из... О, кстати, у нас сегодня здесь человек висит. Видите, это одна из самых таких высокооплачиваемых работ в Европе. Промышленный альпинизм. Так, друзья, привет вам из Москвы. Всем всего доброго, пока.